В конце января Старый Свет оказался взбудоражен поистине историческим в европейских масштабах событием. После более чем 30 лет правления королевы Нидерландов Беатрикс отреклась от престола, тем самым прекратив эпоху королев, которая длилась в Голландии последние 120 лет. Теперь страну возглавит старший сын королевы принц Вильям Александр. В прошлом апреле ему исполнилось 45 лет. Кстати, сама королева в четверг отметила свой 75-летний юбилей. Однако, по ее словам, не возраст стал причиной отречения от престола. В хитросплетениях монарших династий и тонкостях королевской политики в Европе разбирался Евгений Эрлих. В Европе большой королевский переполох. Сразу две королевские династии, аранские в Нидерландах и виндзоры в Великобритании, сообщили о том, что в ближайшее время в их королевских семьях произойдут существенные изменения. Королева Нидерландов Беатрикс Вильгельмина Армгард накануне отреклась от престола. Как вы, несомненно, знаете, через несколько лет я буду справлять свое 75-летие. Я благодарна за то, что к этой дате я пришла в хорошем состоянии здоровья. В конце нынешнего года мы все будем отмечать 200-летнюю годовщину нашего королевства. Мы открываем новую страницу нашей истории. Два этих события подтолкнули меня к решению отречься от престола. Мне кажется, сейчас настал удачный момент для этого шага, о котором я много размышляла в последние годы. Я всегда считала честью посвятить большую часть своей жизни служению нашей стране. Это было главной задачей моего царствования. Династия Аранских восходит к самому Вильгельму I Аранскому, национальному герою Нидерландов. Это середина 16 века, когда нижние земли бились за свою независимость. Но формально на престоле Аранские восседают с 1815 года. Вся история этого королевского дома уложилась в шесть имен. Первое столетие правили мужчины, три короля и все Вильямы. Вильям I, II и III, соответственно. Второе столетие, когда мужская линия угасла, Нидерланды превратились в страну матриархата. Королева Вильгельмина правила до 1948 года. Вот на этих кадрах она отрекается от престола в пользу своей старшей дочери, принцессы Юлианы. Королева Юлиана, в свою очередь, в 1980-м добровольно освободила трон Беатрикс. 30 апреля этого года у Нидерландов появится новый правитель. И на этот раз мужчина, сын Беатрикс, пока еще принц Вильям Александр, Вильям IV. Правда, по закону о престолонаследии вслед за ним Нидерланды опять упадут в женские объятия. В объятия старшей дочери, принца Вильям Александра, принцессы Катарины Амалии Беатрикс Кармин Виктории. Сейчас ей 9 лет. Впрочем, сейчас страна воздает почести королеве Беатрикс. Каждый, кто знаком с королевой, согласится, что она трогала сердца людей, помогала нам, искренне интересовалась. Она очаровала нас, принимая участие в многочисленных официальных мероприятиях в нашей стране и за рубежом. Наша королева превратилась в национальный символ Нидерландов. Она относилась к исполнению своих обязанностей со всей серьезностью. В современном мире короли могут все, в том числе жениться по любви. Правда, с одобрения парламента. Беатрикс вышла замуж за дипломата из Германии Клауса фон Амсберга. После помоловки Клаус фон Амсберг великодушно принял подданство Нидерландов. Я рад представить себя в качестве жениха принцессы Беатрикс. Сам Клаус так остался королем без королевства или мужем при королеве. Но их совместный сын Вильям Александр законно стал принцем. Будущий король Вильям IV, в свою очередь, взял в жены по меркам монаршей семьи, совсем уж просто людинку, девушку из Аргентины по имени Максима Сорегьет. Ее отец, правда, возглавлял министерство в правительстве аргентинского диктатора Виделлы, за время правления которого были репрессированы тысячи аргентинцев. Парламент королевства Нидерланды с неохотой одобрил такой брак с наследницей кровавого режима. Но дочь за отца не отвечает и сегодня. Ее королевское высочество Максима, принцесса Аранская, пример для нации. Родила трех девочек принцесс, выглядит замечательно, журналистам улыбается искренне. Что еще требуется от современной жены современного короля? Максима очень красива. Она и Вильям Александр подходят друг к другу. Теперь у нас будет молодая динамичная королевская чета и много вечеринок. В Аргентине новость о том, что будущая королева Нидерландов своя девушка, вызвала неоднозначную реакцию. Честно признаюсь, как по мне, вся эта история никакого значения не имеет. Она никак не влияет на нашу жизнь. Может быть, только поможет укреплению двусторонних отношений? Мне нравится Амстердам, так что теперь есть повод поехать в Голландию. Это поможет международному признанию Аргентины. С ее помощью люди будут знать больше о нашей стране. Здесь много интересного и не только один футбол. Надо полагать, если бы в свое время Максима смогла бы очаровать принца и семейство Виндзеров, Аргентина реагировала бы куда эмоциональнее. Здесь еще не забыли войну с Великобританией за Фолклендские острова. Потому события в Букингемском дворце на первых полосах аргентинских газет. А в Лондоне, по мнению аналитиков, случилась династическая революция. Королева Елизавета II изменила древний принцип престола наследия. До настоящего момента наследовать английский трон могли только мальчики. Женщин короновали лишь в исключительных случаях, если королевская чета так и не смогла родить сына. Именно поэтому зашла на престол сама Елизавета II. Но ничто не вечно даже в Великой Британии. Империя дает добро. Новый акт о престоле наследий был одобрен парламентом и всеми странами британского содружества. Все эти страны хотят добиться изменений и положить конец практике мужского первородства, согласно которой младший сын может сместить старшую сестру в линии престола наследования. Если герцог и герцогиня Кембриджские родят сначала дочь, а затем сына, именно дочь будет первой претендовать на королевский трон. Я горжусь тем, что этот законопроект не только устраняет давнюю дискриминацию, но и подтверждает нашу приверженность к конституционной монархии. По новому акту первым наследником британской короны считается принц Чарльз, сын королевы Елизаветы, потом ее внук принц Уильям, далее первенец Уильяма и принцессы Кейт, даже если первенец – это девочка. Таким образом, еще один внук Елизаветы и брат Уильяма, принц Чарльз, королем может стать лишь теоретически. Ровно этот же принцип престола наследия использует династия Аранских. Теперь осовременились и Виндзоры – королева восхищения. Евгений Эрлих специально для программы «Мировой порядок».